На Сочинском автодроме состоялся заключительный, седьмой этап российской серии кольцевых гонок. В каждые из двух дней гоночного уикенда соревнования посетили по 5000 зрителей. В самом мощном классе Туринг победу в субботней гонке одержал Иван Лукашевич, а чемпионы России должен был определить заезд в воскресенье. На титул претендовали Дмитрий Брагин из команды Таиф Моторспорт и Клим Гаврилов из Карвили Рейсинг. Начинавший заезд со второй и третьей позиций. После старта Гаврилов попытался обогнать основного конкурента, но вылетел за пределы трассы. Судьи наказали его проездом по Пит Лейну, а позже дали и полуминутный штраф за пересечение белой линии на выезде из Пит Лейна. В итоге Гаврилов стал 16-м, а гонку выиграл Брагин. Но не все так просто. По мнению представителя команды Карвиль Рейсинг, Гаврилову пришлось покинуть трассу из-за того, что Брагин не оставил сопернику места для маневра. Коллектив подал апелляцию, решение по которой будет принято в Москве. Там же определится и итоговый протокол. В классе Суперпродакшн отлично выступил Вадим Антипов из команды Софит Рейсинг Тим, который выиграл обе гонки. В общем зачете чемпионата досрочную победу еще на предыдущем этапе РСКГ одержал Андрей Петухов из команды Лада Спортнефть. Его напарник Владислав Незванкин завоевал бронзу, а сам тольяттинский коллектив уверенно выиграл командный трофей. В классе С1600 Михаил Митяев из Лады Спортнефть финишировал третьим, прорвавшись с последнего места на подиум. И таким образом Михаил набрал нужное количество очков для завоевания Кубка России.